Видео подготовлено онлайн-библиотекой MyBook. Более 100 тысяч книг, удобный сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Множество книжных подборок, рейтингов и рекомендаций на любой вкус. MyBook читать удобно где угодно. Белая гвардия. Действия происходят в начале 20 века. В городе, отдаленно напоминающем Киев. Германская оккупационная армия заняла город. При власти находится гетман всей Украины. Тем не менее, уже в ближайшие дни власть кардинально поменяется. Городу направляется военная армия под предводительством Петлюры. Уже сейчас Петлюра располагается всего в 12 километрах от городской территории. Пока же жить в городе сложно назвать естественной. Основное население составляют приезжие сюда из России знатные лица. Среди их числа богатые банкиры, известные журналисты, дельцы, писатели и юристы. Все они переместились в город тогда, когда был избран новый гетман в 1918 году. Ключевые герои собрались в столовой у Турбиных. За столом ожидают ужина лекарь Алексей Турбин, его брат по имени Николка, а также сестра Елена. Здесь же ужинают и друзья семейства, в их числе поручики Мышлоевский и Шервинский, выступающие адъютантом в штабе командира военных сил Белорукова, а также подпоручик Карась. Герои с большим волнением обсуждают, какое будущее ожидает Украину и любимый город. Алексей высказывает мнение о том, что виной происходящему – украинизация Гетмана. До последнего дня Гетман запрещал создание русской армии, которая легко могла бы сформироваться в количестве более тысячи человек. С такими силами Петлюра точно бы не пробрался в Малороссию. Более того, спасены были бы даже Москва и вся Россия. Супруг Елены, Тальберг Сергей, является предводителем генштаба. Докладывает ей о том, что отправляется в поезд этой ночью, поскольку немцы оставляют город. Тальберг с уверенностью заявляет о том, что возвратится в город в ближайшие три месяца вместе с Деникинским войском, что как раз образуется на Дону. Пока же Тальберг не способен отправиться в путь вместе с Еленой и убеждает ее оставаться в городе. Для того, чтобы обороняться от наступления Петлюры, все же происходит создание русской армии. На службу к полковнику Малышеву в дивизион отправляется Алексей, Карась и Мышлоевский. Первые в роли лекаря, остальные в роли офицеров. Однако уже к ночи, на 14 декабря, Гетман с Белоруковым покидают город при помощи поезда. И Малышеву остается лишь распустить новособранное образование. Официальной власти на территории города больше нет. Под руководством полковника Найтурса 10 декабря завершается образование в первой дружине еще одного отдела. Сам полковник отчаянно борется за обеспечение армии зимней экипировкой, для чего угрожает предводителю снабженческого отдела. В итоге Найтурсу удается обеспечить 150 юнкеров теплой одеждой и обувью. На расцвете 14 декабря город захватывает Петлюра и Найтурсу поручается оборонять политехническое шоссе. Приступая к бою с врагом, Найтурс направляет несколько человек из команды выведать, где расположены главные части. Обратно юнкеры возвращаются с новостью о том, что части на территории города отсутствуют, а в тыльной его стороне началась пулеметная пальба. Найтурс осознает, что войска находятся в ловушке. Конница врага окончательно направляется к городу. Некоторым временем ранее Николай Турбин выполняет приказание вести войско по заданному пути. По прибытию к месту назначения Николка обнаруживает убегающих юнкеров и понимает приказание Найтурса спасаться. Армия Николки и Найтурса срывает кокарды с погонами, выбрасывает оружие, чтобы успешно скрыться. Сам же Найтурс прикрывает юнкеров, но попадает под пули и погибает. Ошарашенный увиденным, Николка оставляет полковника и скрывается в переулках на пути к дому. В это время Алексей, будучи неосведомленным о несостоявшихся дивизионах, является к месту назначения к двум часам, как и было приказано. Взамен войскам Алексей находит опустевшее здание и оставленное оружие. Отыскав неподалеку Малышева, Алексей понимает, что произошло. Петлюра захватил город. Срывая погоны, он спешит обратно домой, но по дороге попадает на глаза вражеским солдатам. Признав в Алексея офицера, противники начинают преследование. Алексею удается скрыться. Повредивши руку, он укрывается в доме у незнакомки, Рейси Юлии. Сутками позже Юлия помогает Алексею замаскироваться и отводит его к дому на извозчике, К Турбиным, кроме Алексея, одновременно приезжает Ларион, родственник Тальберга. Проживая в Житомире, Ларион пережил развод с женой, поэтому на ближайшее время остается у Турбиных. Впрочем, все члены семьи Турбиных симпатизируют гостю. Владельцем дома, где проживают Турбины, является Лисович Василий Иванович, известный как Василиса. В доме он проживает на первом этаже, когда как Турбины этажом выше. Перед днем, когда Петлюре удалось войти в пределы городской территории, Василиса предусмотрительно оборудует тайное место, куда кладет деньги и другие ценности. Однако, по стечению обстоятельств, о действиях Василисы становится известно незнакомцу, который наблюдает за происходящим через щель в окне. Уже следующим днем в дом Василисы направляются три вооруженных противника с ордером на проведение обыска. И тут же находят тайник, откуда забирают ценные вещи. Лишь когда незваные гости покинули дом, Василиса с супругой понимают, что на дом напали бандиты. Чтобы защитить дом от новых покушений, Василиса бежит к семье Турбиных. Туда же отправляется и Карась. Жена Василия Ивановича, прежде скуповатая, меняет свое отношение. В столовой для проживающих в доме теперь есть и мясо, и алкоголь, и грибы. Наевшись вдоволь, радостный Карась засыпает под жалостливые разговоры Василисы. Спустя пару суток Николка, выведав адрес родственников Найтурса, решает оповестить родственников об убийстве полковника. С сестрой Ная, Ириной, он обнаруживает тело усопшего в морге, и тем же днем, ближе к ночи, отпевает убитого в часовне у анатомического театра. Алексей обнаруживает, что рана сильно воспаляется. Дополнительной проблемой становится сыпной тиф с бредом и повышенной температурой. Как заключает собранный консилиум, больному не удастся восстановиться. Раны безнадежны. Елена закрывается в комнате и начинает страстную молитву к Пресвятой Богородице, упрашивая оставить жизнь брату. Взамен Елена готова пожертвовать Сергеем, упоминая в молитве, что готова не ждать его возвращения. К узумлению лекаря, уже в скором времени Алексей окончательно возвращается в сознание. Возвратившийся спустя пару месяцев Алексей направляется к Юлии Рейсе, который обязан жизнью. Знак благодарности Алексей отдает ей браслет матери и просит разрешения появляться в гостях чаще. Возвращаясь домой, Алексей встречает Николку, который с той же целью возвращался от Ирины Найтурс. Елене приходит письмо от хорошей знакомой из Варшавы, где сообщается о запланированной помолвке Тальберга с их знакомой. Припоминая недавнюю молитву, Елена рыдает от безысходности. В ночь на 3 февраля войска петлюровцев навсегда покидают город. Происходит передел власти. Вдалеке слышится грохот оружия большевиков, которые взамен петлюровцам подошли к границе города.